Всем салют! Сегодня я расскажу о том, как настроить приложение Spotify бесплатно. Для этого нам понадобятся такие инструменты, как электронная почта, желательно Gmail, сам сайт Spotify, где мы зарегистрируемся и откуда скачаем приложение, и интернет-магазин Chrome. В Chrome мы прописываем GenMate. Ссылку на данное приложение я оставлю под видео. Устанавливаем его. Нажимаем добавить. Ждем, пока Chrome проверит его и установит как приложение. Это занимает порядка 10-15 секунд. Готово. Так, вот он появился флажок синего цвета. Нам нужно его авторизовать, активировать, чтобы он стал зеленым. Для этого нужно нажать кнопку Activate GenMate. Кто использует Gmail, достаточно лишь нажать сюда. Кто использует электронную почту на каком-то другом сервисе, возможно придется ввести свой электронный адрес и нажать подсеркнуть. Это занимает порядка технических. Я активирую. Готово. Закрываем окно. Наше приложение активировано и вот оно уже светится зеленым. Нажимаем на него. Смотрим. Местонахождение. Украина. Вскрывает наш IP-адрес под Румынию. Значит, нам нужно изменить локацию. Change Location. GenMate предлагает 4 страны на выбор бесплатно и больше платно, премиум. Я выбираю Германию. Вот видно, что наши IP-адресы теперь германские. Заходим на сам сайт Spotify. Переходим по ссылке. Открываем. На немецком языке мы можем воспользоваться переводчиком Google. Нажимаем кнопку A. Переводим. Теперь русский язык. Значит, следующим делом нам нужно пройти регистрацию и скачать приложение для письма. Для этого нажимаем регистрацию. Поскольку я уже зарегистрирован, я лишь приблизительно покажу, что нужно сделать. Вы должны выбрать уникальное имя, которого не будет в Spotify. Мое имя уже есть, поскольку я уже зарегистрировался. Вы должны подобрать свое. Я еще раз. Переведу его. Значит, вводим имя. Вводим свой пароль. Вбиваем свой email-адрес. Дублируем email-адрес. Ставим дату рождения. Можно ставить любую. Это не принципиально. Выбираем свой пол. Мужчина-женщина. И соглашаемся с условиями. Нажимаем регистрацию. Поскольку я зарегистрирован, я лишь нажимаю кнопку Войти. Нас перебрасывает вот в такое вот меню. Мне нужно повторно ввести логин и пароль. ОК. ОК. Она занимает порядка 20 секунд. Для этого нужно нажать на иконку Spotify. Пошла загрузка. И вот, сейчас, сервис попросту. Хотите закрыть Spotify и продолжить установку? Поскольку у меня уже все установлено, я нажимаю обмену. Вы нажимаете ОК. Все устанавливаете. И открываете приложение. Я нажимаю обмену. Закрываю окно. Оно нам уже не понадобится. И переходим в приложение. Вот оно после установки выглядит вот так. Вводим свой логин. Вводим свой пароль. И нажимаем Войти. Все. Пожалуйста. Вот мой логин Солнцеед появилось. Все готово. У кого все получилось, поздравляю. У вас есть теперь свой флэвер Spotify. И вы можете его использовать, исходя из первого видео, в котором я рассказывал о меню. Так. Вернемся немножечко назад. Непосредственно к самому приложению ZenMate. Его не обязательно использовать всегда в плетенном. Потому. Нажмем на него правой кнопкой мыши и выберем Управление расширением. Нас направят в список наших расширений. Вот он, ZenMate. Мы снимем галочку. При этом расширение останется в списке. Его не нужно будет повторно искать. И вы в любой момент сможете его включить обратно. Так. Ну, все. Это окошко мы закрываем. В следующем видео я расскажу о том, как продлить использование плеера Spotify от двух недель до бесконечности. Но об этом в этом видео. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzal. Пока. Пока.